Если вода немножко пенится, чуть-чуть, но пена быстро уходит, это, в принципе, даже хорошо. Если на участке построить крупный ручей, длинный ручей, то озеро внизу ручья практически можно уже не очищать. А если вы хотите увидеть, как размножаются комары, то я вам сейчас это тоже покажу. Я не знаю, но это как мышь будет воровать у слона еду. Все в этом мире не просто так. Все завязано друг на друге, все связаны. Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Хотел рассказать вам про работу ручья, хотел вам рассказать про растения. Сейчас понимаю, что я вот несколько минут стою возле этого ручья, и я понимаю, что просто я отключаюсь. Я не могу собраться с мыслями. Я вхожу в какую-то нирвану просто. И слова у меня реально теряются. Я стою под этим шумом маленьких водопадиков, под этим звуком, под этим шелестом воды. А если я еще оборачиваюсь на этот ручей и просто на него смотрю, то мое тело просто становится ватным. До такой степени это расслабляет. Я понял, что можно потихоньку, не напрягаясь, в расслабленном темпе, не бегая зад-вперед и активничая, пройтись по моему ручью. Это только лишь часть моего ручья. Я раньше думал, что вот вырасту, куплю себе участок с ручьем. Вот я хотел купить участок, чтобы обязательно на нем был ручей и какое-то озеро небольшое. Но сейчас я понимаю, что участка с таким красивым ручьем, наверное, вы не найдете. Я понял, что действительно можно искусственно создать ручей на склоне. Если у вас есть гора, если у вас есть склон, искусственно создать красивенный ручей, который, во-первых, укрепляет склон. С одной стороны, это укрепительное сооружение. Во-вторых, он как бы разрезает ваш ландшафт и направляет потоки энергии к вашему дому. То есть, если ручей идет к дому, то это наиболее комфортно, наиболее приятно вообще за этим наблюдать. Вы выходите на террасу и смотрите на ручей. Ну что, потихоньку пойдем. Вот здесь почти природные ступеньки, видите, ну, понятно, что все создано искусственно. Вот, вот такие вот ступенечки есть, камушки. Растение и травка, она специально так высажена для того, чтобы скрыть грубую фактуру камня под растениями, чтобы это вот четко смотрелось, как в природе, натурально. Тут довольно много воды идет. Вот сейчас проходит где-то порядка 40 кубов в час. Система насоса довольно мощная. А вот это кочка, видите, сделана. Она, видите, есть сетка еще, которая ее формирует. Но буянчики подзасохнут. И кочка со временем покроется мхом. Видите, она уже начала покрываться мхом. Ну, а здесь еще не додекорировали, конечно, но, видите, вот эти крупные камни искусственные. Потому что на такую высоту не было вообще никакой возможности поднять крупный камень. С одной стороны это ступень, с другой стороны, как и везде, это укрепление склона. Да, то есть склон должен быть укреплен. Вот. Здесь тоже будет растительность расти. Можно будет ходить по растениям. Вот этот кусок, кусок натурального камня. Здесь кусок искусственного камня. Вот. И его выравнивали для того, чтобы был широкий поток. А вот, видите, ограничитель. И можно увидеть, что, видите, бетон еще не доделанный, не заделанный. Видите, край бетонный. И вот тут еще заштукатурка, бетонная штукатурка. Вот. Конечно, здесь нужно положить такую вот кочечку красивую. Какой-нибудь мшаночкой заделать. Будет очень красиво. Вот. Ну и поток, видите, он распространяется, он разбивается с две стороны. Это, кстати, половина потока. То есть еще одна система, еще одна линия есть, которая усиливает поток. Так, есть такой вопрос. Хобби дом. Спасибо, Костя, за полезные видео. И ответы. Вопрос такой. При работе водопада пенится вода. На поверхности прям много пены. И держится некоторое время. Такое впечатление, что шампуня кто-то налил. Но так не всегда бывает. Бывает, что пены почти нет. Какие могут быть причины? Друзья, это очень интересный вопрос. Хороший вопрос. Действительно неприятно, когда много пены. И такое впечатление, как будто налит шампунь. Это причина бактериалка. Первая причина. Недостаточная фильтрация той воды, которая через водопад проходит. Второй момент. Это из-за некоторой периодичности включения водопада. То есть, если, допустим, он постоял ночь. Или там сутки, двое постоял. Потом и включили ненадолго. А потом опять выключили. Будет вода пенится. Это происходит почему? Потому что это бактериалка, бактерии. То есть, фактически пену создает белок. Который остается от разрушенных клеток бактерий, скажем так. Но не переработан еще. То есть, в принципе, это пища для новых бактерий. Если бы достаточный был проток или фильтрация, то бактерии бы переработали белок, связали его и вода бы не пенилась. Жар, как примеру. Плохая проходимость воды. Плохая фильтрация. И получается, что бактерии погибают и остаются продукты их распада. Производится производный как раз того шампуня, про который вы говорите. Получается поверхностная пленка и, соответственно, вода начинает пениться. То есть, ну, рекомендация следующая, что либо нужно, чтобы водопад работал постоянно и пена со временем пройдет. Либо улучшить фильтрацию в водоеме с помощью дренажных полей. Либо же добавить бактерии в водоем, которые могут переработать этот материал, скажем так. Если вода немножко пенится, чуть-чуть, но пена быстро уходит, это, в принципе, даже хорошо. Это значит, говорит о том, что пруд живой, водоем живой, бактерии существуют в нем. Хочу еще что сказать, что если на участке построить крупный ручей, длинный ручей, то озеро внизу ручья практически можно уже не очищать. Потому что вода много раз переливается через структуру камня, через щебень, который насыпан, через гальку, который насыпан в ручей, и самостоятельно таким образом очищается. Это очень хороший фильтр. Если вы думаете, что можно одним насосом поднять воду на 25 метров, вы глубоко ошибаетесь. Вернее, можно, конечно, и мы так делали. Это центробежные промышленные насосы. Нужно, чтобы это был промышленный именно насос, потому что, чтобы он работал круглосуточно, 365 дней в году мог работать, да, и не перегорал, и так далее. Насосы очень тяжелые, громоздкие, потребляют огромное количество электроэнергии. Мы приняли для себя другое решение. Мы ставим менее мощные, где-то, ну, полкиловатта, до киловатта насосы. Ставим, по сути, последовательно. То есть, поднимаем воду в одну чашу, вот, а потом из этой чаши поднимаем дальше. Вот какие риски ставить последовательно насосы? То есть, не из емкости качать, а просто насос за насосом, для того, чтобы поднимать наверх воду. Если перегорает нижний насос, то второй точно перегорает, надо менять два насоса. В этом недостаток такой системы, но она более производительная. Какой риск, если, допустим, вы подаете воду в одну емкость, да, а из нее уже поднимаете в другую? В этом тоже есть определенный риск. Всегда должна быть вода вот в этой емкости. То есть, есть риск, но меньше. Почему? Потому что вода будет по малому кругу работать. Если насос нижний перегорит, он просто не подаст в эту емкость воду. Он не подаст, и будет вот кусок сухого ручья. Если вы видите, что у вас где-то осушился ручей, то вы тогда можете понимать, да, что у вас перегорел на этом участке насос. В этой системе, которая с чашами, из чаши в чашу, есть один тоже недостаток. Когда, допустим, ручей выключается, вода из чаши стекает в нижнее озеро, и происходит большая подмена воды. Но если большой ручей относительно озера, да, происходит большая подмена воды. То есть, сначала оно переполняется, а потом включаются все насосы, уровень падает, и оно долго заполняется. Оно может там полдня заполняться. Выбирайте, что вам лучше. Здесь насосы включены последовательно, потому что мне нравится, когда в озерах кристально чистая вода. Я ее очищаю, она хорошо очищенная. Вот. И я хочу, чтобы эта вода такая вот и оставала. Видите, место перелива. Видите, бетон сточенный. Сточенный бетон. Вот. Я по нему ногой вожу. Вот. Но в будущем он будет вот такой, зеленый. Видите? То есть, водоросли начинают нарастать на него. Вот. И он принимает свою естественную форму. То есть, в будущем этот ручей будет зелененький. На всех переливах сточенный уровень для того, чтобы вода, ну, красиво падала, равномерно распределялась. А если вы хотите увидеть, как размножаются комары, то я вам сейчас это тоже покажу. Вот. Видите, личинки. Вот. Видите палочки такие? Личинки комаров. Это тоже интересная штука такая, да, что личинки комаров потихоньку, потихоньку сползают вниз, попадают в нижнее озеро. И затем ими питается рыба. Вот. Если вы знаете, такой, как мотыль, червячки такие, красненькие. Все в этом мире не просто так. Все завязано друг на друге. Все связаны. Субтитры сделал DimaTorzok Сныть, вот, если я подкорневую посажу, она не заморозит мне бонсай? Почему бонсай? Ну, она же забирает тоже какую-то часть. Сныть? Пена разрослась. Сныть выдавливает, бриян? Да. То есть можно особо не париться. Да, она хорошая. Сныть выдавливает, бриян. Сныть выдавливает. Её сделали тотальный. Да. Это жикарно. Ну, мы всегда такие делаем работы. Я в основном такими садами и занимаюсь. друзья спасибо вам за внимание спасибо что вы были со мной в этом репортаже я рад делиться с вами своими осознаниями скажем так своими навыками подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик рад всегда вам служить ваш костя юдин до новых встреч пока